Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас мы с вами провяжем шапочку с косами. Схема вязания шапочки такая. Сначала мы набираем 120 петель, провязываем 10-15 рядов резинкой. Чем больше рядов провяжем, тем шире будет резинка. Плотность вязания резинки 7.7. В 60 рядов вяжем основной узор прямым полотном. Плотность меняем 10-9. Дальше за два приема мы с вами провязываем макушку. Срезаем основное полотно на бросовую нить, убираем 1 треть петель, провязываем 10 рядов. Еще раз срезаем на бросовую нить, убираем 1 треть петель, провязываем 10 рядов. Показываю процесс. Набираем 120 петель, провязываем 10-15 рядов резинкой. После этого мы перегидываем все петли на основную игольницу. На передней игольнице выбираем иглы, на которых мы будем вязать косы. У меня косы представляют из себя 6 петель, то есть коса за 3 на 3 петли. И петли, предназначенные для вязания кос, перекидываем на переднюю игольницу. Чтобы в середине шапки у меня не было шва, я выполняю косы по краю полотна, оставляя одну петлю для провязывания петельного столбика, который пойдет на сшивание. Итак, перекинули петли на переднюю игольницу и дальше начинаем провязывание основного полотна. Петли я перевиваю через 5 рядов. Для этого снимаю петли косы на 2 трехугольных декера и делаю перевитие. То есть петли правой стороны переношу налево, петли левой стороны переношу направо. Если вы начали перевитие в одну сторону, выполняйте это перевитие в эту же сторону на протяжении всей его вязания шапки. Иначе получится неряшливым. Вы собьете косу. Так провязываем все 60 рядов, которые должны были провязать по нашей схеме. И снимаем полотно на бросовую нить. То есть мы провязали с вами 60 рядов. И сейчас мы делаем убавку на 1 трети петли. Для этого я оставляю петли косы, как были. Все остальные петли делаю убавки на 1 треть. Надеваю обратно на машинку. Переношу петли косы на переднюю угольницу и продолжаю вязание 10 рядов. Срезаю на бросовую нить и делаю еще 2 стяжки. Согласно нашей схеме. То есть 1 раз мы сделали, делаем 2 раз то же самое. После того, как у меня осталось минимальное количество петель, я убираю иглы через одну, провязываю 1 ряд и снимаю все петли на рабочую нить. Толстой иглой, либо кромыслом. Шапочка практически готова. Ее остается только стянуть по макушке и сшить шов. Сшивайте аккуратно, чтобы шов не заходил на косу, иначе вы испортите узор. Итак, мы с вами связали шапку с косами, не имеющую швов на традиционных местах. Если у вас есть больше времени, сил и желаний, вы можете сделать косы на всем полотне. Нюанс в том, что убавки на макушке мы выполняем между косичками. Ширина косы на протяжении всего вязания не меняется. Если вам это видео понравилось, если было вам полезно, пожалуйста, нажмите «Нравит». Поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязательные посиделки. Ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязательной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.